Была попытка подножкой заработать баллы, но пока что неудачно. 30 секунд остается. И сейчас Айундулек всеми силами наступает. Пидоки сравнились, но в любом случае все равно армянский спортсмен минимальным счетом ведет этот схват. Был бросок, но не оценили. Счет остается прежним. 2 секунды. Можно поздравить армянского спортсмена с выходом в финал. С значительным счетом он выигрывает эту схватку. Его и ямбош, и датки. Но по качеству выигрывает армянский спортсмен. Совершается время, и мы определили финальную пару. Ждем мы, пока спортсмены заправят Яхтек. И предстанут перед судьями в таком же виде, в каком они начинали. Очень такой важный момент. Ну что ж, поздравляем Якухубаяна из Армении. Выходит он в финал весовой категории до 65 килограмм. И встретится он там с Али Агаевым, который у нас защищает от цвета Якутии. Второй состав. Ну вот радостный Яхтек Кубаян. Идет отдыхать, собираться с мыслями, получать наставки от тренера. И готовится к решающей схватке. Напряженная у нас прошла встреча. Да, вот этот бросок как раз определивший победителя. Выйдут на соревновательную зону. Представляют нам Башира Арчакора в синем Яхтеке. А также его оппонента Шинтаза Сарикболсына. Он у нас в зеленом Яхтеке. Видим, спортсмены сразу начали у нас цепляться. Предварительно в схватке казахский спортсмен оба схватки выиграл досрочные бросками. Но также отбороли с синим Яхтеке. Тоже неплохо отборолся. Выиграл своих оппонентов и вышел в полуфинал. Встретили. Ну, ищут моменты поймать соперника. Да, нет пока результативных действий. Спортсмены очень внимательно и осторожно подходят к этой схватке, так как на кону выход в финал. Арбитр наказал Тэмби. Тай Чала присуждается Шинтазу Сарикболсыну. Полторы минуты остается бороться. Тут зацепы ногами. И Шинтаза стягивает своего оппонента в партер. И да, завершается таким образом у нас первая полуфинальная встреча весовой категории до 75 килограмм. Дождемся мы Башира, пока он заправит Яхтек. И приветствуем победителя. Шинтаз Сарикболсын из Казахстана одерживает чистую победу и выходит в финал. Таким образом все три схватки, которые проведены, он выиграл досрочно. Да, очень уверенно идет. Уверенно идет, да. Вышел в финал. Он сейчас взлет. Сейчас теперь выйдет вторая группа. 275 килограмм. Борьба за вот финал. Да, готовимся ко второй полуфинальной схватке. В своей категории до 75 килограмм встречается у нас Караев Мурат, Туркменистан. И против него Абубакри Акабир из сборной Таджикистана. Эти спортсмены, конечно, тоже запомнились по итогам утренней программы. И сейчас будет очень интересно наблюдать за тем, кто же из них сильнее, кто же из них достойнее бороться в финале. Против Шинтаза. Караев Мурат, Туркменистан. И Абубакри Акабир, Таджикистан. Начинается схватка. И сразу попытка броска с колен. Неудачно. Неудачно. Еще одна попытка, и она будет оценена. Да. Оценка Чала дали. Барцев из Туркмени. И он ведет эту схватку. Есть у нас первое результативное действие. Надеемся, что сейчас борьба пойдет. И мы увидим множество зрелищных действий. Очередная небольшая заминка для того, чтобы заправить Яхттек. Арбитр. Центральный арбитр внимательно следит. За этим моментом. Была хорошая попытка, но не удалось. ввести бросок. Тут в очень интересном положении находятся спортсмены. Да, не смог Кабиру. Воспользоваться этим. Но мы видим, да, тут продолжает работать. Спортсмен в зеленом Яхтеке. Ну, это был бросок после Тохта. Так что судей не оценит бросок. Да, продолжается схватка. Есть такой бросок. Вот сейчас показали бросок. Сейчас судья определяет, если они сойдутся в мнении, то будет чистый бросок. Да, но по крайней мере судья боковой, который находился ближе, показал холол. Холол оценили. Таким образом, Борет из Туркмении чистую выиграл эту схватку и вышел в финал. Да, один из самых ярких моментов первосоревновательного дня. Караев Мурат. Амплитудный, красивый бросок приносит представителю Туркменистана эту важную победу, которая дает ему право выступить в финале. И таким образом, Караев Мурат из Туркменистана в финале весовой категории до 75 кг. встретится с Шинтазом, с Эрикболсыном, который нас представляет Казахстан. Ну и вот режиссер телетрансляции предлагает нам повтор этого эпизода. Очень красивый бросок. Сейчас судьи рассматривают. Я думаю, что приведут одинаковое мнение, что это была чистая победа. Очень красиво. Вся спина, быстро. Очень даже хороший бросок. Все условия для холола соблюдены. А тут, видимо, судьям надо посовещаться, для того, чтобы вынести, убедиться в том, что действительно все было. Так как решили арбитры на соседательной зоне. Да, и решение остается прежним. Поздравляем Караева-Мурата. Выходит он в финал. Весовой категории до 75 кг. Шинтаз Астерикболсын, Караев-Мурат. Так выглядит финальная пара этой весовой категории. Это была последняя полуфинальная схватка. И, дорогие друзья, нас теперь ждет самое интересное. Как все будут готовы, мы начнем финальные встречи. Вот еще раз смотрим. Ну, да, действительно, очень-очень красивый бросок. В исполнении Мурата Караева. Который, конечно же, был оценен на оценку «Холол». Без вариантов. На секунду потерял бдительность Абубакри Акабир. Чем моментально воспользовался Мурат, тем самым обеспечив себе право бороться за золото. Ну что ж, национально обещательная телекомпания начинает, Саха начинает возобновлять свою трансляцию. Мы приступаем к просмотру решающих схваток, финальных схваток. Напомним, что сегодня у нас идет первый соревновательный день по борьбе к Кураж. И мы сегодня разыграем медали в весовых категориях 45 кг, 65 кг. И 75 кг. Начинаем мы с самой легкой весовой категории. Итак, финал весовой категории до 45 кг. Встречается Самат Иманков, представитель команды первого состава сборной республики Саха-Якутия. И Биамбаджав из Монголии. Иманков у нас в синем яхтеке. Ну и соответственно монгольский спортсмен в зеленом. Идет у нас позиционная борьба. Здорово! Получилось очень красивое действие у Биамбаджава. Но да, оценено оно Ямбош. Да, Ямбош. Половина победы. Да, и существенное такое преимущество себе заработало монгольский спортсмен в Дюбите Встречи. Но как мы уже отмечали с Мерзаном в этом виде спорта все может измениться в любую секунду. Не раз мы уже убеждались в этом. просматривая схватки первого соревновательного дня. Да, оба спортсмены быстрые. Так что любой может воспользоваться ошибкой и бросить на чистую бросок. оживились, оживились с трибуны. Решается судьба золотой медали в своей категории до 45 килограмм. И мы совсем скоро уже через полторы минуты примерно через полторы минуты узнаем первого чемпиона по борьбе кураж в истории международных спортивных игр Дети Азии. Ну а пока что ближе к этому Ямбожат из Монголии. Уверен, он ведет с оценкой Ямбож. Далее предупреждение Камби российскому спортсмену. Но это еще ничего не значит. Дальба продолжается. Да, и в данный момент у монгольского спортсмена Ямбож и Чала. Посмотрим, что придумает Самат Иманков. Самат Иманков должен быть активным, иначе он проиграет эту схватку. Подтверждение вот сейчас он опять упал на Чала. должен быть более внимательный и напористый, чтобы выиграть эту схватку. Да, только что хотел сказать. Да, да. Надо идти вперед и быть внимательным. Ну и ошибся, пропустил бросок задней подножкой и холол. И проиграл схватку. Но несмотря на это он становится вторым призером. Да. Серебряным, обладателем серебряной медали становится Самат Иманков команда, первая команда Республики Саха-Якутия. Ну и конечно же поздравляем триумфатор этой весовой категории Биамба-Жап Монголия. Первая медаль по борьбе Кураж в истории игр улетает в Монголию. Молодец. Красиво бросил, красиво выиграл. Да, бесспорная и красивая победа. Именно так добываются золотые медали. Еще раз поздравляем тренерский состав сборной Монголии и конечно же самого Биамба-Жава. Ну и давайте еще раз насладимся лучшими моментами этой схватки. Здорово тут конечно подножкой действовал. Это первый бросок, когда ему оценили Ямбош. Этим броском он вел схватку. А это вот последний бросок, который дали халлоу. Да, очень красивый бросок, который принес прямую победу и золотую медаль шестых международных спортивных игр Дети Азии. Ну а сейчас все готово для того, чтобы начать финальную схватку весовой категории до 65 килограмм. Тут у нас еще один представитель команды Якутии Али Агаев будет оспаривать золотую медаль схватки с Ябхубаяном, который у нас представляет Армению. Вот он как раз на ваших переэкранах. поприветствовали спортсмены друг друга, судей. Предупреждение сразу армянского спортсмена за неправильный выход на ковер. Как говорят, не дал честь этому. армянский борец до этого финал выиграл очень сильного тоже манголька спортсмена. Путевку финал и оспаривает медали. Да, оба спортсмена достойны биться в финале. Ну да, не самое приятное начало для Ябхубаяна. Хватка еще не началась, сразу предупреждение. Ну, судья показал ему дважды, чтобы поклонился. Он этого не сделал, поэтому его и наказали. Да, видимо, сильно парень ушел себя, очень долго настраивался. Да, скорее всего. Но это ничего не значит. Борьба продолжается. Так что он может доказать, что он сильнее. Да, конечно, Чалая у нас минимальная оценка. И это на ход финальной встречи никак не повлияет. борьба за захват. Да, видите, белыми руками сейчас борется за наилучший, максимально удобный захват, а затем уже пойдет попытка на бросок. Вот мы видим. кто первым возьмет второй дохват, тот же и проведет бросок. Поэтому так же идет борьба на захват. Все у нас происходит быстро, молниеносно. Не забывают спортсмены работать за цепами. еще одна попытка броска с колен. Поднимает Ибрагим Каримов спортсменов в стойку и призывает заправить Яхтек. После чего финальная схватка у нас возобновится. Остается менее минуты. Дается команда Кураж и совсем скоро мы узнаем победителя весовой категории до 65 килограмм. Вот сейчас заработал оценку Чала борец из Саха. Ведет эту схватку минимальным счетом Чала это оценивается в 3-0 3 балла. Ямбаш у нас 5, Холол у нас 10. Конечно с минимальным счетом 3-0 идет схватка борец из Саха. Остается все меньше и меньше времени. Очень напряженно. Борьба за захват старается. сейчас может определить да так и есть наказывает Чапан Камби но это ничего не значит. Есть еще 11 секунд да постараться постоять и он выиграет этот схват 5 секунд очень вязкая и напряженная борьба идет время поздравляем да несмотря на все старания Ягхубаяна Алия Гаев становится обладателем золотой медали весовой категории до 65 килограмм поздравляем Алия поздравляем его тренера и весь тренерский штаб Якутии с еще одной медалью золотым да 45 килограмм они выиграли серебро и вот 65 килограмм они выиграли за вторым медалем молодцы тренер состав за короткое время ребята настроили на борьбу кураж через 30 минут начнется церемония цветочного награждения победителей призеров по борьбе кураж да и готовится нас уже к цветочной церемонии на которой будут отчествовать видимо победителя и призеров весовой категории до 45 килограмм ну что ж пока что мы знаем чемпионов в двух весовых категориях у нас остается финальная схватка весе до 75 килограмм в самом легкой весовой категории до 45 килограмм напомним победу одержал Бьям Бажав из Монголии тем самым завоевал золотую медаль первую золотую медаль по борьбе кураж в истории международных спортивных игр Дети Азии победил он Самата Иманкова представляющего первый состав сборной республики Саха-Якутия которому остается довольствоваться серебряной медалью это тоже хороший результат и вот у нас завершил завершилась финальная схватка весовой категории до 65 килограмм вот мы как раз видим как Али Агаев идет к своему золотому успеху одолел он очень напряженные схватки представителя Армении Якуху Баяна который становится обладателем серебряной медали ну что ж приступаем мы к цветочной церемонии приветствуем бронзовых призеров весовой категории до 45 килограмм а им у нас стали Мохаммад Амран Абдалла Агина из Сирии и Мкритчан представляющий команду Армении Поздравляем Самата Иманкова который у нас становится обладателем серебряной медали представляет он первый состав сборной республики Саха-Якутия и Биамбаджав Монголия и у нас триумфатор этой весовой категории Биамбаджав который защищает у нас от цвета Монголии вот перед вами совсем юные спортсмены у которых все еще впереди а их первый успех на международной арене на соревновании высшего уровня и мы с уверенностью можем сказать что многих из всех кто участвовал в нашем соревновании мы увидим в скором времени на первенствах самого высокого уровня уже в категории взрослых спортсменов желаем удачи всем призерам и победителям в дальнейших спортивных стартах желаем побед и успехов последний сегодняшний день схватка весовой категории 75 килограмм борьба за золотую медаль итак судьи готовы выдуваются спортсмены шинтаса старик болсын на ваших телеэкранах его оппонент караев мурат поприветствовали друг друга спортсмены дается команда кураж и мы начинаем просмотр схватки которая решит судьбу медали в высшие пробы весовой категории до 75 килограмм борьба за захват закончилась падением на колени туркминского спортсмена вот видим то что выжидают борцы ждут лучшего момента для проведения результативного действия первое предупреждение получает туркменский борец тамбий за стягивание и чала присуждается шинтаза срекбал сыну выбирают захват ногами также работают готовят спортсмены бросок сейчас увидим кто решится и тут видим подсечка ямбаш бросок оценил судья уже проигрывает полпобеды еще время есть может еще отыграться и выиграет эту схватку да несмотря на то что у шинтаза в активе имеется ямбаш и чала отыграть это можно это отставание можно одним движением одним броском времени тем более тем более у нас еще много еще один бросок поднимает центральный арбитр рукой вверх. Это означает у нас халол. Чистая победа. Халол, да, чистая победа. Броском, чистым броском вывел эту победу Кадахстан. Спортсмен и становится чемпионом в этой весовой категории. Радуется тренерский коллектив Казахстана, а также сокомандники Шинтаза. Итак, поздравляем Шинтаза Сарикбалсына. Он становится обладателем золотой медали весовой категории до 75 килограмм. И вот как празднует Шинтаз. Действительно, парень очень рад. Есть повод для радости, конечно же. А также мы поздравляем Мурата Караева, который у нас становится хозяином серебряной медали. Напоминаем, что он у нас защищал цвета Туркменистана. Ну что ж, мы теперь знаем всех победителей и призеров во всех весовых категориях. И в скором времени нам представят их на цветочной церемонии. Сейчас мы ждем борцов весовой категории до 65 килограмм. Ну а после них мы будем сразу же чествовать Шинтаза Сарикбалсына и его соперников. Ну и смотрим на повтор. Да, здорово тут, конечно, зацепил. За это действие Шинтаза Сарикбалсын у нас получил оценку Ямбаш половина победы. Ну а потом Караев Мурат начал идти вперед в попытках отыграться. Надеялся он, конечно же, на Халол и как минимум на Ямбош. Но, к сожалению, для Мурата он попался на еще один прием в исполнении спортсмена из Казахстана. И вот мы видим, как радуется Шинтаз. Очень красивая победа в схватке действительно достойной финала. Ну и, конечно же, рукопожатие уважения оппонента прежде всего, тем более в боевых недоборствах. И вот видим, как празднует Шинтаза Сарикбалсын. Спортсмены уже стоят в лупике и стало почета. Ну и, конечно же, по традиции мы начнем с обладателей бронзовых наград. Итак, весовая категория до 65 килограмм. Приветствуем Нурсултана Дастанбекова из команды Казахстана. А также Айон Белега из Монголии Эти ребята у нас удостоились бронзовой медали. Но на вторую ступень пьедестала почета поднимается у нас Ягхубаян. Спортсмен из Армении. Проиграл он в финале Али Агаеву, который у нас выступал с команды второго состава сборной республики Саха Якутия. Поздравляем всех не только призеров и победителя, но и всех участников тем, что они выступили на этих соревнованиях и стали участниками этого спортивного праздника шестых международных спортивных игр Дети Азии. Ну и мы приступаем к цветочной церемонии самой тяжелой весовой категории до 75 килограммов. По традиции, конечно же, как принято, мы начнем с обладателей бронзовых наград. Ну и сейчас мы будем их приветствовать. Награждение проводит Ирош послужил Генеральный Секретарь Международной Ассоциации Порожи Кураж Церемонии Приветствуем Башира Арчакара представляет он команду второго состава сборной республики Саха-Якутия обладатель бронзовой медали. Рядом с ним Абубакари Акабир из Таджикистана. Ну и теперь приветствуем спортсмена из Туркменистана Караев Мурат серебряная медаль достается ему. Ну а победителем настал Шинтас Царик Болсын из Казахстана. Очень-очень красивая победа. Очень красивую победу в свой актив записал Царик Болсын Шинтас и вместе с ней золотую медаль шестых международных спортивных игр Дети Азии по борьбе Кураж. Ну что ж, на этом у нас завершается первый соревновательный день по борьбе Кураж. Вы выявили победителей и призеров в весовых категориях до 45, 65 и 75 килограмм. представили мы всех спортсменов, которые отличились лучше остальных. Нам стали известны имена первых чемпионов и призеров по борьбе Кураж в истории международных спортивных игр Дети Азии. Желаем всем юным спортсменам удачи в дальнейших соревнованиях. Ну а для вас сегодня работали мы, я, Власий Сергеев. И вместе со мной с вами борьбу Кураж смотрел заслуженный тренер по дзюдо и борьбе Кураж, судья международной категории Мирзан Курбанов. Продолжайте следить за играми Дети Азии. Болейте за спортсменов. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...